Это вот наш участок, наши цветы, наш газончик. Дом в саду. Вокруг многоэтажки на Революционной. Каждое лето распускаются сотни цветов. Мальвы, лилии, петуньи сажают растения и следят за ними жители. Валентина Землянская переехала сюда более 10 лет назад. Рассказывает, на месте, где сейчас полисадник, тогда валялся мусор. Жители сами все расчистили, завезли землю и создали зеленый уголок. Проходят люди с соседних домов и все любуются на наши участки. С удовольствием здесь тоже останавливаются, смотрят, просят, чтобы мы им рассаду дали. Мы абсолютно этому рады и рассаду абсолютно, кто попросит, всем выкапаем, всем даем. Жить в красоте предпочитают и работники местной автошколы. Затем, чтобы сотрудников и учеников каждый день встречал цветущий двор, заботится садовник Нина Березина. Здесь растут более сотни цветов. Ухаживать за ними женщина начинает с половины седьмого утра. Чтобы цветы дышали, чтобы влага проходила, рыхлю и траву пропалываю. На пересечении улиц, казалось бы, очень много транспорта, очень много торговых точек. И школа, она отдельный островок, такой ландшафтный. В этом году мы высадили бархотки, которые, известно, что они очень неприхотливые, отличаются большим видовым разнообразием. Также сначала радовали нас пионы, ирисы. В этом году Самару украшают по программе «Цветущий город». К благоустройству привлекают жители, школы, учреждения культуры, социальные организации и бизнесменов. В Железнодорожном районе 95 предпринимателей установили более 200 вазонов и кашпо, высадили сотни квадратных метров цветов. Если возникают вопросы у предпринимателей, оказать им помощь в моделировании этой территории, здесь, пожалуйста, есть архитектор районный, который готов нарисовать ту картинку, которая была бы красивой, и предложить ее реализовать предпринимателям на своей территории. Всего в Железнодорожном районе силами бизнеса жителей и местной администрации расцвело более 3000 квадратных метров территории. Яркая красота пришлась по вкусу всем. Здесь уже строят планы по озеленению на следующий год. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.